Продолжим обсуждение итогов политической недели. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Юрий Анатольевич, этой пленарной неделей практически закончилась уже половина пленарной сессии. Уже можно подводить какие-то итоги. Как вы оцениваете этот путь? Ну, вообще, это была уникальная неделя, потому что на неделе за всю пленарную неделю парламент выпустил один закон в виде готового продукта и одно постановление Верховного Совета, которое касается церковных обращений по церковным делам. Остальное все было либо в первом чтении, либо не прошло из-за отсутствия кворума. Один закон и одно постановление. Но зато это церковное постановление стало, наверное, самым заметным сейчас в украинской политике. Как вы оцениваете ситуацию и чего ждать дальше? За последнее время парламент принял примерно 10 подобных заявлений, постановлений, обращений. Начиная от заявления о осуждении, испытании оружия массового поражения в Северо-Корейской Народно-Демократической Республике, обращения в Польше по вопросам Института национальной памяти, потом у нас было обращение по Северному потоку. Все эти обращения, они не стоят даже бумаги, на которой печатаются. Я уверен, что подобное обращение, которое было принято вчера, ждет такая же участь. Оно не будет иметь практического результата. Поскольку государство не имеет права вмешиваться в дела церкви. Это дело самих церквей, это дело их руководителей. И когда государство вмешивается в дела церкви, то ждем каких-то конфликтов, межконфессионных конфликтов, которые очень опасны, особенно сегодня в стране, которая и так накалена. Решение по центру избиркома. Почему его до сих пор не принимают? Многие эксперты говорят, что это выгодно в первую очередь коалиции для того, чтобы обезопасить себя от внеочередных выборов. Ваше мнение какое? Во-первых, идут торги. На сегодня на 13 вакантных мест есть уже 14 представителей, при том, что заявку нашей фракции не приняли. Хотя по правилам и по требованию Совета Европы все фракции, представленные в парламенте, должны иметь свое представительство в Центральной избирательной комиссии. Нашу заявку, где по размеру фракции у нас должно быть два представителя, ее даже не рассмотрели, не приняли наши кандидатуры. Поэтому, с другой стороны, поняли, что будет скандал, и поэтому затормозили этот процесс. А что происходит, очень понятно. Формируется карманная, приватизированная, называй как хочешь, собственная Центральная избирательная комиссия президента и Народного фронта. Потому что они понимают, что в отсутствии доверия людей, у них ноль рейтинга сегодня, можно фальсифицировать выборы, только используя вот такие механизмы. И они надеются это сделать. Но это не пройдет. Люди ведь все это видят. Люди видят, что формирование избирательной комиссии происходит по принципу, который отражен, был такой советский фильм, свадьба в Малиновке. Все мне, 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 мне. И вот по такому же принципу идет формирование ЦВК. Все в правящую коалицию. Хорошо. Отчет правительства, которого все так долго ждали уже на этой неделе, был перенесен на июнь. Вы верите, что и в июне он состоится, причем по всем процедурам, или замнут, как в прошлом году? Отчет правительства был обязан происходить каждый год. Правительство работает два года, отчета не было, хвастаться нечем, потому что одно дело хвалить друг друга и говорить о том, как они хорошо работают. Другое дело послушать мнение людей, хотя бы даже тех же мажоритарников или оппозиции в парламенте. Поэтому наши требования прежние, и я вижу, что к нам присоединяется уже все больше и больше парламентариев. Они понимают, куда завело сегодняшнее правительство страну. Они понимают, что масштабный экономический кризис, из него надо выходить, надо программу, надо что делать, а не просто рассказывать о том, какие они хорошие реформаторы и как они там заботятся о людях. Мы будем требовать отчета и отправки в отставку. Кстати, о заботе о людях депутаты снова вернулись к вопросу о чернобыльцах. Хотя уже 30 лет прошло после аварии, казалось бы, вопросов не должно было остаться, уже должно было все работать как часики, наверное. Как вы считаете, хотя бы через 30 лет после чернобыльской аварии наконец-то удастся урегулировать вопрос выплат этим людям? Вы знаете, они были выплаты. Самый большой удар по чернобыльцам был нанесен в декабре 2014 года, когда практически одним законом отменили все льготы. Ведь чернобыльцы имели льготы и по инвалидности, и по уходу за детьми, и питание, и проезд даже на лечение, и само лечение. Был целый перечень год и для людей, которые живут на зараженных территориях. Все это было отменено. Вот сегодня мы сейчас начали шаг за шагом это восстанавливать. Что произошло на прошлой неделе? Пожалуй, одно из немногих позитивных вещей. Это то, что в первом чтении были приняты два закона для чернобыльцев, по которому первый закон это возможно получение денежной компенсации детям, которые претендуют на бесплатное питание. Если плохо кормят, ты можешь взять деньгами в школе или в техникуме. Второе, это возможность оформления документов, как пострадавшим от аварии, если до 93-го года человек 4 года проживал на территории зараженных. То есть это тоже важно для них, поскольку это дает возможность в будущем получить льготы на коммунальное обеспечение и на то же лечение. Вот эти два закона в первом чтении были приняты, и мы будем добиваться, чтобы они были включены и проголосованы на следующей сессионной неделе. Хорошо, а с другими социальными законами что? Ну вот тот же закон о переселенцах, о котором вы так много говорили. Он хотя бы в работе сейчас? Да, он в работе. Он 73-04 закон. Это закон, по которому переселенцы имеют право быть зачисленными на жилищную очередь, те люди, которые потеряли жилье, потеряли имущество. До него, к сожалению, не дошла очередь, в том числе из-за того, что принимали полдня вот эту пустую постанову по обращению к церквям. Из-за этого затянули время и не приняли этот закон. Но мы добьемся, мы будем требовать, чтобы этот закон был внесен на первый же день голосований на следующей сессионной неделе. Потому что это как раз вот то, что надо. Потому что люди должны видеть, их полтора миллиона, и они чувствуют себя брошенными. Они должны видеть, что государство хоть что-то для них делает. Поэтому это мы будем пробивать, и вот и это получится. Ну, будем надеяться, что люди все-таки увидят эту заботу, хоть какое-то государство. Да, оно должно заводиться. Спасибо за эти ответы. Спасибо вам. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, отвечал на мои вопросы.